что-то новенькое расскажете конечно давайте что там новенькое вы видели видео как в сирии ракеты падают прелюбопытнейший видос стартуют прямо из городской застройки ракеты пво я в двух словах расскажу ракеты пво не видео прислали и система управления дает сбой и они падают прямо на тот город откуда сразу после старта 1 2 явно это видно ами то есть цахал научился ставить помехи системе управления сбивает систему управления ракета падает возле места старта а а а а а а а а и а а у и и и и а п proper Израиль же использует свои ВВС. А сирийцы защищались. А сирийцы, да, вашими же российскими ракетами пытались сбить. Причем это не в 35-й новые, это реально в 16-й. Потом выступал недавно ваш директор музея ПВО город Москва. И он рассказывал, что провал российских систем ПВО в Сирии объясняется тем, что они не хотят выдавать какие-то тайны и выключают их вовремя. Ну понятно, дальше что? А вы специально... Нет, ну меня же интересует эта тема. Так. Как, например, вот я согласен, просто детали немножко расходятся. А так, что выключают системы ПВО, это правильно. Вот панцирь пару раз выключили, ваша новейшая ракетно-пушечный комплекс. Есть видео с беспилотника израильского. Как он атакует... Прямо идёт видео с камеры, как он атакует этот панцирь. В одном случае панцирь пытается отстреливаться, ракеты запускает как минимум два раза, два или три раза, две или три ракеты пустил. Они пролетают мимо, цель очень сложная, малоразмерная. Или, опять же таки, помехи системе управления. И идёт уничтожение этого панциря. Во втором случае просто его расколбасили. Так, и что дальше? Как бы вы прокомментировали? Интересно же, Вить? Я, во-первых, этого не видел, должен видеть. Но первое, что я... Сразу первый мой вопрос. Там сирийские были расчёты или российские? Непонятно. Скорее всего, сирийские. Хотя, не удивлюсь, если там были бы и российские консультанты. Ну, скорее всего, расчёты там были сирийские. Сирийские. Я не уверен, но я так предполагаю. А, то есть, если бы российский был бы экипаж, то они каким-то образом нейтрализовали бы помехи в системе управления. Я правильно понял? Да, так предполагаю. А каким образом они это сделали? То есть, если ракета теряет управление после выстрела, каким образом расчёт этого, этой системы ПВО? Я уж там не знаю, что там было, хотя подлость заключается в том, что размещали прямо в городской застройке. Чья подлость? Ну, сирийцев, очевидно. Ну, это же подло размещать средства ПВО прямо в жилых кварталах города. Одну минуту. А где их ещё размещать? Если воздушная тревога летит, наверное, на жилой квартал, ну, например, во время войны так и было, средства ПВО располагались, да, допустим, в той же Москве, на которую, да, на которую совершали налёт. Ну, так на Дамаск специально ж никто не бомбит жилые, Сахал же ж не бомбит жилую застройку Дамаска. Если там размещаются под прикрытием жилых домов какие-то огневые средства, то, да, находящееся рядом мирное население может пострадать. Ведь, смотрите, если эти ракеты были уведены с курса, значит, израильские самолёты продолжили свой путь. Они же после этого не атаковали Дамаск. Я не знаю, о чём я... А, вы не знаете. Потому что у меня есть такая привычка, знаете, если что-то я не знаю, я воздерживаюсь от комментариев. Я не люблю попадать пальцем в небо, и поэтому я высказываю своё мнение о том, в чём точно уверен, или что, по крайней мере, хорошо знаю. Вот. А что вы хорошо знаете? Ну, много чего. Я всё, длинный перечень давать. Но вы специалист в какой области? Ну, мы в прошлый раз с вами долго разговаривали. Вы специалист в какой области? В смысле, чем я себя на жизнь зарабатываю? Нет, ну, вообще, вот специалист в какой области вы являетесь? Если, чем я, моя профессия, я в IT работаю. Это моя профессия. А, понятно. А всё остальное, а всё остальное это мои хобби, увлечения и так далее, и так далее. Поэтому, в чём разбираюсь, о том говорю, в чём не разбираюсь, того сказать не могу. То есть, вы уверены, что вот эти самолёты Цехала хотели бомбить этот самый Дамаск, и поэтому средства ПВО, кстати, дальнего радиуса действия, там ракеты не... Я не знаю, это не стрела, какая-нибудь. Они вполне вы допускаете, что это нормально, что они стартовали из жилой застройки. Я вам третий раз объясняю, наверное, первые два раза объяснил недостаточно, объясняю третий раз, ну, для тех, кто в танке. Я не знаю, что там точно произошло, я точно не знаю, то я воздерживаюсь от комментариев. А свои домыслы вы приписываете себе, потому что это не мои домыслы, а ваши. Ваши домыслы, это ваши домыслы. Я сказал то, что я сказал, и не больше того. Ну, естественно. Надеюсь, теперь вам понятно. Ваши ж ПВО обосрались в Сирии. Конечно же, это сказать, вы ничего не знаете. Давайте так, если будем говорить, кто обосрался, то начнем с того, что обосралось все ваше так называемое государство. Особенно это пикантно была история с унитазами. Вы вообще молодцы. Вы уже, я так понял, у вас уже требуют трусы и унитазы вместо Крыма. Мне нравится это. Поэтому, если вы хотите поговорить, кто обосрался, это ваша любимая тема, то я вам вот скажу, кто обосрался, кто там специалист по унитазам. У вас что, Янукович с унитазами, что, Зеленский с унитазами. Это ваша любимая унитазная тема. Вы хотели получить... А нафига же вы его сняли, этот унитаз с моего корабля? мы сняли обязательно. Я уже не говорю про трусы. Да-да-да. И еще скажу, и будем снимать. Я даже не сомневаюсь. Вы полагаете, да? Будем обязательно снимать. Это, наверное, какая-то программа у вас на России по унитонизации российской глубинки, очевидно, за 50 километров от Москвы. Это прикольно. Да, будем дистанционно снимать унитазы, трусы, носки обязательно будем снимать и даже подгузники. Это мы точно будем делать. Я вам это гарантирую. Я это знаю без вашего комментария. Мы же знаем, с кем имеем дело. Это было понятно еще в 14-м году. Да, и до того. И в 91-м, и даже в 1654-м. Будем, будем. Так что даже не сомневайтесь. Вам еще обсыраться, знаете, сколько. Так если вы воруете унитазы, это же значит для вашего обсереда. Будем воровать. Все будем воровать. Послушайте, а если с вами договориться, вот унитазы везли, ну подождите, дайте я предложение сделаю. Унитазы наши активисты несли к вашему посольству. Если договориться, вот мы вам какое-то количество унитазиков принесем к посольству или там вышлем на какой-то адрес или поставку сделаем, ну бэушных унитазов каких-либо. Ну понятно. С трусами можно даже. В комплекте с трусами. Такая гуманитарная помощь на Россию. Я понимаю, да. Как? Вы будете все равно воровать? Это в привычках ваших? Обязательно будем. Обязательно. И не только, вот все, что только можно, будем раздевать как литку. Я понимаю. Вы главное, у Америки ничего. Там в Америке, кстати говоря, унитазы даже, получше. Попробуйте в Аляске какие-нибудь унитазик там. Не в Аляске, а в Аляске, а на Аляске. На Аляске. Вы не знаете русский язык, а пользуйтесь. Что же делать? Вы меня поправите. Я принимаю ваши задачи. Так что, готовьтесь, то ли еще будет у вас. Вы знаете, у меня есть на даче старый унитаз. Я понял. Я хотел его выкинуть. Я оставлю его. Ну, не знаю, будет ли у меня время нести его к посольству. Конечно. Но оставлю на всякий случай. Там у меня шины приготовлены. Обязательно. Такие старые, да. И унитазик. Я просто не знал раньше по унитазу. И все содержимое главное, чтобы там осталось. Ну, ладно, давайте конструктивно. Интересный вопрос есть какой-нибудь? Да нет, мы с вами просто поговорили, я же вижу, с кем я общаюсь. Я понял. Я понял. Я понял. Ну, нехай еще стыдь. Ну, я думаю, что и дальше вашу систему ПВО. Пусть у вас ракеты падают и дальше. Замечательно. Вам на голову точно упадет. Нет, я все-таки думаю, что возле старта. Ничего. Кстати говоря, последнее замечание. Вот это очень похоже на наш ИГИЛ. Не ИГИЛ, а ХАМАС вами сделанный. Тоже из городской застройки. Катюша, град работал. Это очень по-российски. Обязательно. Откуда-нибудь из Печерска попытайтесь запустить и посмотрим, упадет она или нет. мы из Печерска не будем. Мы не будем, как вы, поступать. Допустите, куда вы нахрите. Не-не-не-не-не. Таких фактов, когда в ВСУ прятались бы за мирным населением, вы не сможете привести. Будете, будете. Не-не-не, не надо предсказывать то, чего не было. Таких фактов не было. А вот когда ваши мрази прятались за мирным населением, это было сколько угодно. Мрази, это вы. были. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Это те, кто террористы, которые прячутся за мирным населением. Это вы террористы. Это вы. Не-не-не. Мы никогда, я же говорю, что тут очень легко понять, о чем идет речь. Если ВСУ, наши военнослужащие, никогда не прятались за мирным населением, так же точно и так же точно и Сахал никогда не будет прятаться за своими гражданами Израиля. Будем, будем за вашими. А, вы будете, да, понятно. Ну, фашисты. Да-да-да-да-да. Как немецкие, да-да-да, как немецкие нацисты, это в ваших традициях. А каждый Гитлер будет валить, или это все ваше? Новенькое что-то есть, кроме там ракет в Израиле? Все новенькое у вас есть? У меня больше нет вопросов. Ну, хорошо. Я уже что хотел, сказал. Живите с этим дальше, размещайте в жилой застройке. Вы мне надоели, до свидания. Вот так вот. Какие склизки. Не может он прокомментировать. На унитазы зато может прокомментировать. Прикольные,